Объяврение пишет дроняра к планете не имеет отношения, одноразовый инструмент, но это какие-то Дроняра упоротый антисемитизм какой-то совершенно неинтересный, безликий, я бы сказал. Все это уже давно пройдено. Я бы сказал, что вот помните, как мы с вами когда масонов обсуждали, да, и я там, ну, достаточно подробно остановился на теме антисемитизма, на теме упоротых вот этих жидомасонов, истребителей жидомасонов. Ну вот, всякие там Нилусы, всякие, кто там у нас еще, просто имеем Легион, там какой-нибудь Емельянов, какой-нибудь Валерий и так далее. Так вот, я вам просто как раз, мне кажется, очень серьезный, важный инструмент напомню, что все, что вот это вы говорите, даже если имело отношение к действительности, ну, предположим, что вы правы, что ваших предков угнетали шинкари, как мы говорим, да, и, скажем, какие-то ростовщики, то это сейчас вообще абсолютно не в тему, ни о чем просто. Ну вот, что об этом, условно говоря, дроняра толдычить, если это вообще вот к современности даже никакого отношения не имеет, а к будущему тем более. Просто сейчас другие понятия социальные установки абсолютно другие. Я напомню, например, симпатичные, ну, наоборот, мерзкие, конечно, случаи, но имеется в виду, что яркие случаи, которые иллюстрируют мои слова. В Нью-Йорке на Пятой Авене есть несколько еврейских магазинов, очень дорогих, торгуют в основном золотом, значит, хорошим золотом, камнями, которые получают из Антверпена и в Израилях прекрасно обрабатывают камни. То есть, это вот у них специфика, они торгуют вот такими дорогими вещами. На них наехал БЛМ, Black Lives Matter, значит, просто была ночь лутинга, чуваки, что-то там, ну, как бы не понравилось им, что убили какого-то очередного ухорка, который бросался с ножом на полицию. Полиция его застрелила, они, понятно, как обычно, уже мы с вами знаем последние полгода, выскочили и давай грабить магазины. Вот эти наши Антифа и БЛМ, да, то есть, вы это знаете. И они наехали на эти вот магазины дорогие. Где там мафия еврейская, где вот эти жидомасоны, которые дружно встали плечом к плечу и давая вот защищать свои магазины, давая отпор. Вполне законные, кстати говоря, могли давать отпор, ничего этого не было. Эти вот друзья наши в вязаных шапочках, они просто, ну, это даже не хамством, это издевательством надо было назвать. Они их били, толкали, топтали, разграбили, унесли все магазины и все. Ну, и где власть вот эта вот всемирная, каких-то жидомасонов, о которых вы, дроняра, все время говорите. Это же просто смешно. Более того, я даже напомню вам еще один классический эпизод. Вот на территории Америки, как вы знаете, масонам быть не стыдно. Это вот в России харам считается, да, почему-то вот пропаганда сталинская, большевистская и последующая пропаганда из масонов сделали каких-то чудиш вообще с тремя рогами и одним глазом. Вот, то есть это очень смешно, конечно, но тем не менее это факт. Все люди, вот типа дроняры, каким-то странным образом на слово масон реагируют в отрицательном смысле. Хотя ни один масонам ничего плохого никогда в жизни не сделал, просто по определению не мог. Мы это с вами подробно обсуждали, когда я, значит, отвечал на вопросы в эфире. Почему не мог и вообще кто такие масоны? Так вот, у американцев это прямо противоположная история. У них все в порядке, там, наоборот, масонам быть почетно. И, например, ложи там в пожарной части существуют. Ну, там просто вся пожарная часть. Крепкие ребята вот эти с пожарными топорами, они все масоны. Ну, не думаю, что они представляют угрозу для дроняры и убить, и как там дроняры пишут, что-то сварить и куда-то там слить за пределы земли. И вряд ли удастся вам, дроняра, вот этих симпатичных американских ребят, крепких. Так вот, в Америке стоит большое количество памятников и масонам. Ну, один из самых важных для любого масона, не только американского людей, это Альберт Пайк. Был такой теоретик и, ну, как бы, руководитель высшего градуса для масонов. Это был 19 век, естественно. И с тех пор стоит памятник в Вашингтоне. Вот наши друзья, вот эти вот из БЛМ, они взяли и этот памятник опрокинули. То есть, прокинули, топтали, залили краской, потом какой-то, по-моему, тягач подвезли и, короче, размолотили всю эту статую. Ну, с моей точки зрения, с одной стороны, отвратительно, в принципе, издеваться над памятниками. Это неверно, должны стоять. Пусть даже Сталину, которого я не люблю, но пусть стоит. Чтобы, наоборот, было напоминание и пугало там детям моим и внукам. А вот, условно говоря, условно говоря, где были масоны, которые допустили падение памятника своего, ну, это фактически, знаете, как Христос. Пайк для масонов – это фигуры первой величины. Ну, и Христос загнул, ну, там, Петр и Павел в одном лице, понимаете? То есть, и вот допустить падение этой статуи или статуи, как там правильно ударение поставить, это не совсем понятно, где тогда вот эта жуткая власть и всесилие масонское, понимаете? Так что, дроняров, вам надо срочно пересматривать свои позиции. Они у вас архаичные и абсолютно, ну, как бы неадекватные современной жизни. Так, 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 давайте поехали дальше. Мэри пишет кому-то. Так, вижу. Да, ведуны, вот пишут, ЮСМИ любят про теорию трех лун. Ну, безусловно, да. Так. Так, так, так. Ну, дроняров, вот, я как и говорю про своих порхатах, что-то у дроняров сегодня прям прорезалось это вот антисемитизм. Вроде бы я помню, дроняров, в прошлый раз вы были, ну, как-то на другую тему активные, а сегодня прям вас что-то несет. Так, Иосиф Землякович, и вы не правы насчет белокурах. Они очень быстро сместились в сторону косоглазого интернационала, типа в Тартарии руссо-святыми в десны жахались. Мама, Иосиф, жаргон прям у вас нелитературный. Так, 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 так. Иван Иванов, вот вы разошлись, когда я пишу комментарий, уже Гринина не воспринимая, упуская, что он глаголит. То есть это не ко мне. Ну, вот я вижу, что давайте, наверное, пока, вижу, что слушатели, значит, пока, я так понимаю, не особо здесь задают какие-то вопросы. Да, вот я вижу, что давайте поедем тогда дальше. Да, то есть поедем дальше, и, соответственно, мы с вами уже близимся к концу, но нам надо с вами обязательно, перед ключевым завершающим словом, нам с вами надо обязательно поговорить о противостоянии. Давайте я картинку включу. Представление вот этого человека по имени и фамилии Николай Левашов. Вот с этим человеком по имени и фамилии Анатолий Фоменко. Значит, ну, как вы знаете, понятное дело, да, что в рамках вот этого современного состояния тартарийского, когда уже это принято на вооружение как государственная идеология, то, в общем-то, выяснилось, что, как всегда, у победы есть там куча отцов, у поражения никого, да, помните это выражение. Вот у этой победы сейчас как минимум два отца существует важных, это вот Анатолий Фоменко и, соответственно, Николай Левашов. Давайте разберем вот этот концептуальный спор. Кто создал, скажем, возродил словечко, возродил именно словечко и понятие тартария. Ну, отвечу просто и строго, то есть тартария, конечно, друзья мои, впервые упоминается в работах Фоменко и Насовского. Это было в девяносто пятом году, книжка называется «Империя», вот, и в ней, в этой книжке уже, кстати, приведено несколько карт, где упоминается, где есть слово «тартария», вот, а потом, уже в конце девяносто-х годов, вот, Фоменко и Насовским уже в своих дальнейших работах уже стали приводить, соответственно, уже стали приводить, соответственно, информацию из британской энциклопедии. То есть, вот, наши финны, то есть, Фоменко и Насовским, они изобрели тогда версию про Великую Монгольскую, ну, или Могольскую империю, про Русь-Орду, ну, те, кто читал, помнят. И вот это вот название, упоминание тартарии было ими использовано, вот, в качестве подтверждения существования, якобы, вот, этой гигантской империи Могольской, Монгольской, Русско-Монгольской, Русь-Орда. То есть, они не выделяли отдельно тартарию, как некое государство враждебное. Это была общая история. Поэтому, вот, мы с вами можем посмотреть, как это выглядит, то есть, вот, этот девяносто-пятый год, когда выходит империя, ну, по-моему, тогда уже, вот, как раз в это время, Насовский, Глеб, он уже начал курировать Анатолия Фоменко, вот, и, как бы, несчастного, с моей точки зрения, которого Насовский увел от настоящего разговора, от реального решения вот этих новых хронологических идей, наполнения их смыслом, который был у Фоменко вначале, об этом все время говорил Насовский. Вот, ну, многие считают, что он, как куратор из преисподней, условно, вот, создал новую конструкцию, новой хронологии, которая сейчас многими называется упоротой. В том числе, она, кстати говоря, называется упоротой, между прочим, Гарри Каспаров легендарным. Вот, если помните, Гарри Каспаров, на самом деле, был большим активистом, большим теоретиком, именно, вот, новой хронологии, и, значит, дружил очень с Фоменко, он всегда приходил, ну, на заседание нашего клуба, например, они ездили по стране с лекциями, вот, там же были, например, любимые всеми Довиденко, Кеслер, вот, вся эта, вот, группа теоретиков, они, вот, выполняли хорошие задачи, но, постепенно Фоменко скатился, конечно, куда-то совсем, ну, с моей точки зрения, такую же Левашовщину, как и Левашов, свою Левашовщину, или Конгуровщину, поэтому, конечно, сейчас читать и что-то изучать бессмысленно. Друзья мои, читайте только ранние книги, они, наверное, самые интересные у Фоменко. Дальше все вот эти вот, какие-то жуть какой-то, можно пройти стороной. Так вот, Гарри Каспаров как раз тоже заявил, что, когда вот это все началось, он не согласен с тем, куда ушла мысль новой хронологии, и вот он как бы ушел из движения новых хронологов. Это очень жаль, потому что он большой человек, умница. И надо сказать, что считается, что именно он как раз нашел данные о том, что в Британике, в британской энциклопедии 1971 года, а он полиглот, он великолепно владеет всеми языками, вот он раскапывал документы, накопал от артарии, и как раз предложил это все именно Насовскому Сфоменко, который уже в следующие вот в конце 90-х годов издания империи это термин ввели. Вот, мы с вами давайте посмотрим, да, я вот для себя выписал, что вот как раз в империи вот само упоминание слова Тартария всего лишь три раза. То есть у него в заглавии было, в заглавии упоминалось слово, там где-то вот картинки крутятся, наверное, можете увидеть. Вот, и по-моему в тексте там два или три раза, то есть причем у него много раз, попадая за слово Тартария, у Фоменко, а вот Тартария как бы это всего лишь три раза. И это очень странно, то есть, ну, там, в оглавлении в заглавии, да, и, по-моему, там, подпись под картой. Ну, вот это как раз многих наводит на мысль, что это как раз вот вброс уже позднейший, то есть типа почистили, ну, как бы вот это является как раз доказательством того, что и сейчас происходит вот такая какая-то, скажем, около государственная возня вокруг этой темы. Но здесь не буду дальше развивать, и так все понятно. Вот, так что все, что пишут, с моей точки зрения, финны про Тартарию, такой, как бы, явно натужный, недоработанный такой пук, я бы сказал, который как раз и дорабатывал наш с вами Николай Левашов. Ну, вот, поэтому, как бы, с моей точки зрения, Левашов, безусловно, ни при чем, он не родитель никакой Тартарии, он просто украл, стырил, ну, и на этом деле долго хайповал, а его последствия до сих пор хайпуют на этой теме. То есть, как бы, финны родили сынульку, или дочурку, Тартарию, а воспитывал уже дочурку Левашов. Причем, как бы, так поддерживая, оснащая, добавляя туда свою какую-то жуть, там, дикие теории про утян с инопланетянами, про ариев, про всяких, вот этого. Он, кстати, вот этот наш с вами Левашов, между прочим, он очень благодушен, он такой, как бы, эпохально широк, я бы сказал. Я дам цитату его, по отношению к Фоменко, я имею в виду, к своему, фактически, идеедателю, учителю. «Академик Фоменко, талантливейший математик, занялся еще и историей». О какой! То есть, это даже с таким двусмысленным наездом, как бы, понимаете? То есть, этот, значит, он пасы руками делал, а потом занялся историей, это нормально. А вот «Академику Фоменко, математику» это нельзя. Хотя, в общем-то, ну, действительно, все, кто примерно хотя бы представляет уровень литературы, который публикуется под каждым томом, изданным Фоменко, ни один историк, учившийся в каком-нибудь историческом факультете, педа какого-нибудь, любого педа, пусть даже московского, ноист факт, да, или там, пусть даже в МГУ, он там столько литературы в принципе не читал, в принципе не успел бы. Это действительно гениальные люди, то есть, безусловно, и Фоменко, и Носовский, кстати. Но ошибаться все могут, но уж во всяком случае тыкать их, что они не профессионалы, это по меньшей мере, люди занимаются темой, например, Фоменко занимается уже 40 лет. Просто 40 лет. Но помимо того, что он математикой, конечно, там практически Нобелевский лауреат, но он еще и 40 лет историей занимается. Эти люди обладают уникальной памятью, это таланты, гений человеческий. И поэтому тыкать им, что он типа математик, то есть, вот этот вот тупырь условный экстрасекс, он может тыкать. Это вообще возмутительно, с моей точки зрения. Я отвлекся, извините. Так вот, цитата. Анализ событий прошлого мировой цивилизации позволил ему обнаружить любопытнейшее явление, так называемый хронологический сдвиг. Он установил, что в современной истории наблюдаются забавные моменты. Одно и то же событие, несколько обыгранное с изменением имен и немного сюжета, повторяется много раз на хронологической шкале. Безусловно, важное и очень неожиданное для многих открытие. Только дальше у господина Фоменко и Ко начались уже странности. Обнаружив в современной истории доказательства фальсификации, Фоменко делает неожиданный вывод. В своих последних работах он стал утверждать, что, с большой буквы, к обслогам дальше. Вся история человечества насчитывает только тысячу лет. Странный и ничем не обоснованный вывод. Тем более странный, что реальная история человечества насчитывает сотни тысяч лет. И этому существует множество самых, что ни на есть, материальных подтверждений. Я согласен с ним только в одном. В современной истории полностью сфальсифицирована цель скрыть реальную роль русско-ведической цивилизации, которая насчитывала сотни тысяч лет своей истории, которая была матерью всех остальных великих цивилизаций древнего мира. Этот липовый наш с вами академик, что-то там согласен, не согласен, с таким реально крутым челом, как Фоменко. Карл, это просто обхохочется. Я ржал вообще, когда цитаты долго. Какой-то там вот этот, там где-то там червь какой-то что-то там говорит. Ужас, конечно. Вот, ну, мы должны, конечно, с вами понимать, что современные альтернативщики вот эти вот упоминания используют для подтверждения уже вот этих своих теорий, ну, как бы ссылаются на закон, как бы. То есть, вот как бы там уже вот мэтры сказали, мы теперь можем ссылаться. Поэтому понятно, что вот с 12-го примерно года, я так примерно считаю, вот уже по вопросу вот этой проекта Тартарии идет такой массовый вброс. Значит, ну, примерно такая же история была, если помните, с документами. Методика так и применялась по отношению и к Стоунхенджу, и к великим пирамидам Египта. И, в общем-то, вот Тартария, конечно, уже добрасывается в, особенно в электронные источники, вот в виде таких как-то упоминаний, вкраплений. Кстати говоря, и в новые, как я говорил, издания бумажные, безусловно. Я вот такую вам цифру приведу. Значит, что Гугл к тому времени, когда Левашов начал заниматься Тартарией, да, ну, условно говоря, Тартария уже вот 2006 год, она у него покатила, он подхватил это дряхлое знамя выпавшее, вот, не очень интересовавшее финнов, я бы так сказал. Вот Гугл проиндексировал примерно миллиард картинок на тему Тартарии, и оказалось, что никаких тартарийских карт вообще ни одной нету. То есть, в принципе, сейчас все забито картами Тартарии, а в 2005 году ни одной тартарийской карт не было. Это, конечно, поразительный, потрясающий, кстати говоря, момент. То есть, вот это показывает, как бы, вот эту как раз фейковость, и, соответственно, ну, ложность самой идеи Великой Тартарии, да. То есть, наш с вами мем сейчас, вот этот Тартарий, он, в принципе, основан, конечно, исключительно на электронных таких свидетельствах. Какие-то картинки вот эти фантазийные всяких художников, в основном где там какие-то люди с шеями, все вот это вот. Вот, так что, кругом вот эти синие глаза Славенов и Ариев. Ужаса. Наверное, синие, наверное, от ужаса, от страха. Вот. И сейчас у нас с вами огромное количество вот этих карт. Давайте посмотрим практический пример по поводу карт. Со всеми вот этими косяками и ошибками. Такая, как бы, прелестная оперативная работа, да. То есть, давайте я карты покажу. Так. Вот первая карта. Ну, посмотрите повнимательнее, кто может посмотреть на хорошем экране. Здесь несколько ляпов сразу на этой карте. Посмотрите. Ну, во-первых, Днепр, да. То есть, здесь называется Ниепр какой-то. То есть, буквы Д нету. Просто ясно, что в попыхах забыли дописать букву. Просто, ну, как бы, невнимательность элементарная. Вот. И это вот как бы вот одна из карт, да, которая кочует по интернету сейчас. И которая, как я и говорю, да, то есть, вот очень важный момент. Это вот карты все, ну, собранные, созданные, состроченные, ну, вот на коленке, ну, где-то примерно с 2012 года. Ну, вот посмотрите, здесь тоже подчеркнуто, да. Синим, видите, значит, словечко называется Очаков. Это город, да, то есть, он этот город получил свое название в 1792 году всего лишь. А карта считается, карта 1700 года. Поэтому, ну, вот мы с вами понимаем уровень образованности и уровень фейка, который везде существует. И самое, наверное, смешное, да, это вот это вот НЕ. Видите, здесь где-то вот по центру, в таком оранжевом кружке НЕ, со знаком вопроса. Что за НЕ? То есть, ясно, что это куда-то там, чего-то писали, не написали, слетело. Делается это на компьютере, куда-то улетается. Ну, и понятно, что это ни город, ни деревня, просто НЕ какой-то. То есть, вот это ляп на карте. Еще раз повторяю, таких карт море. Давайте вот другую посмотрим. Значит, сейчас, вот, значит, так, секунду. Да, вот. Ну, здесь у нас, как видите, несколько тоже ляпов. Ну, соответственно, ясный ляп, что у нас вот это Пермь, здесь город, да, указан. То есть, ну, вот он либо Пермье, либо Пермье, да, то есть, какой-то совсем тупой доцент был. То есть, он прям рядом не мог одинаково написать название города. Значит, вот дальше у нас Тобол есть, видите. Значит, ну, Тобол это река, понятно. А столица Сибири и вообще город это Тобольск. Здесь, конечно, указан, безусловно, город Тобольск должен был быть написан. Ну, потому что французы даже в 1700 году уже не могли так ошибиться. Ну, и голландцы так тоже не могли ошибиться. Это ясное дело. Поэтому вот такие ляпы. Ну, и самый главный, наверное, ляп, это у нас Печора и Югра, да. То есть, ну, вы знаете, что они должны, надо их поменять. То есть, они по разные стороны Урала. Печора у нас в Европе, а Югра в Азии находится. Здесь вот, как видите, вот так, как выросло. Ну, давайте еще одну картинку посмотрим. Ну, тут тоже смешно, согласитесь, да. То есть, это просто блеск. То есть, они Москва пишут через Коу или там через Ков. Да, то есть, на одной карте, скажем, европейская Турция, Европа, а европейская Московия, это европеане какие-то. Вот, так что, конечно, они чудесники и такие волшебники. Здесь вот это вот все вот с этой карты. Это карта 1700 года. Ну, вот, как видите, на этой карте, безусловно, все показано. И надо сказать, что здесь, обратите внимание, что выделены регионы, да. Например, вот у нас с вами здесь, я даже сейчас плохо вижу. Даже вот здесь вот смотрю. Например, там есть страна, ну, вот здесь есть Гран-Тартария, да. Ну, например, ниже, там рядом, где сейчас Саудовская Аравия. Просто называется Аравия. То есть, да, то есть, или это же не страна. То есть, это просто территория, которая называется Аравия. Ну, и так же, как про Гран-Тартарию. Поэтому, безусловно, у нас с вами здесь вот эти вот самодельные карты, которые, кстати говоря, раскопал великолепный Антон Сизых. Он же, между прочим, горожанин из Бурнаула. Вот он четко расследовал и сформулировал казус Фоменко-Левашова в отношении вот этой вот так называемой Великой Тартарии. Великой Тартарии. Великой Тартарии.